Доброе утро! Уже в эту пятницу на большой сцене концертно-театрального центра Югроклассик состоится концерт в рамках международного фестиваля духовой музыки имени Валерия Халилова. В нашей студии художественный руководитель программы, дирижер, все мы его знаем и любим, Виктор Романович Худалей и дирижер и музыкальный руководитель концертного оркестра Югры, концертно-театрального центра Югроклассик Алексей Сергеев. Доброе утро! Вновь Хантамансийск просто, ну я даже не знаю, не просто проснется, он встрепенется от духовой музыки. Давайте расскажите про этот проект, ну и конечно же про этот фестиваль. Вообще фестиваль Валерия Михайловича Халилова уже в третий раз проходит в нашей стране. И с каждым годом масштаб фестиваля все время увеличивается. В фестивале стараются принять участие все новые оркестры, новые города. В этот год он пройдет в 49 городах и в общей сложности будет более 60 концертов представлено. Я очень рад, что в Хантамансийске этот фестиваль уже ежегодный и концертное оркестр Югры традиционно в нем принимает участие. Программа фестиваля сложнейшая, очень интересная и, наверное, одна из самых сложных программ всего фестиваля по всей России. Будет здесь у нас. Будет у нас здесь. Очень много работы для оркестра. У нас уже двойники, групповые репетиции. Музыкантам тяжело, но я думаю, очень интересно. Так куда же им деваться? Да. Куда же им деваться? Два целых дирижера. Да, у них выбора нет. Виктор Аманович, пожаловали наверняка с какой-то особой задачей к оркестру, к его солистам. С вашим видением, как и художественного руководителя программы, и дирижера, сейчас воплощение именно вашей творческой задачи в исполнении оркестра, на какой стадии реализации находится? Все ли получится донести до ребят все, что вы себе напридумали, насочиняли? Все ли получится, это на концерте будет видно. Так. На концерте будет видно, да. А так, в общем-то, хотелось... Вот Алексей сказал, действительно масштаб большой, более 40 городов. Вот. И здесь, конечно, у нас, это мы второй раз, потому что два года. Он через два года периодически как бы сейчас проходит. Вот. И хотелось в этот раз, действительно, тогда мы вместе со Сверидовым это делали. А сейчас уже программу намечалось, и долго-долго она... Скомпоновывалась. Да, в целом. Хотелось отразить и наше сегодняшнее время беспокойное. Вот. И там будут произведения, которые... Ну, которые затронут эту тему. Вот. И каждого... Ну, это будет... Это Чайковский, это другие... Без нашего всего не обойтись. Там тоже было, да, в те времена. Ну, и помимо этого, я, наверное, второй раз уже скажу, потому что вчера не говорили там, я не знаю. Мне понравилось мнение Юрия Башмета о его фестивале. Он сказал, что всегда стараемся сделать разножанровую, разную. Пусть будет современность, пусть будет классика, пусть будет романтика и так далее, и так далее. Чтобы каждый из тех, кто придет, что-то услышал свое любимое, как говорится. То, что его затронет. То, что его затронет. Вот на это направлена вся сейчас работа. Кроме того, в этот раз вот у нас Алексей, наш дирижер, теперь уже ваш, теперь уже местный. Теперь уже местный, да. И я его призвал на помощь. Так, но и солисты помогут добавить красок в этот концерт. Во-первых, хочется по-настоящему раскрыть потенциал оркестра. И поэтому он будет солист, я не буду сейчас называть, вот, из оркестра, который прекрасную программу, тоже произведение интересное, очень готовит. Мы работаем с этим. Ну и, конечно, для всех будет интересная девушка, тромбонистка. И джаз-вокал еще к тому же будет. И, ну, Елизавета Вайслип, это оперная певица, но она будет петь разнообразно. То, что интересно будет, то, что не просто разные произведения, но то, что даже солисты будут в разных жанрах. В разных ипостасях показывать свои грани. Ну, а если вы так рассказываете вкусно, значит, здесь просто невозможно, невозможно не прийти на концерт. Ну и, конечно же, нам остается только одно. Остается пригласить югорчан на данный праздник искусства. Поэтому эти камеры смотрят на вас, пожалуйста, приглашайте. Ну, безусловно, мы всех приглашаем и надеемся. И будем очень стараться, чтобы скучно не было. 26 января, да, в 19 часов в концертно-театральном центре «Югроклассик» состоится этот концерт. Всех приглашаем, дорогие друзья, все на концерт в концертно-театральный центр «Югроклассик». Вам спасибо огромное. Еще большой работы, конечно же, вам терпения, ну и творческого вдохновения. Спасибо огромное, что пришли. Доброго бодра утра желаем вам. С гостями прощаемся. С вами живемся две-две с половиной концертных минут. Дождитесь.